Здравствуйте, меня зовут Василий РМ6 Леонид Харитон Фёдор. Я представляю производителя Expert Electronics и являюсь одним из разработчиков этого трансивера. MB1 трансивер это трансивер с прямой оцифровкой спектра, который является наивысшим достижением на сегодняшний момент в области СДР трансиверостроения. Почему я так говорю? Трансивер MB1 является независимым от внешних компьютеров самодостаточным изделием. То есть для того, чтобы на нем работать в эфире, нужно подключить его к розетке, к сети переменного тока, 12, извиняюсь, 100 вольт-240 вольт, микрофон, антенна и можно в принципе работать в режиме передачи. То есть микрофон, нажимаем PTT, трансивер переходит на передачу, работаем. Дополнительные устройства, кабели, компьютеры, какие-то интерфейсы ему не нужны. Он работает сам по себе, так как основное его назначение это работать в эфире без каких-либо дополнительных устройств. Трансивер MB1 сочетает в себе современный СДР трансивер с прямой оцифровкой спектра, с прямым синтезом спектра в режиме передачи, с прямой оцифровкой в режиме приема и полноценный полнофункциональный компьютер внутри одного корпуса. Основная идея трансивера MB1 заключается в том, что трансивер сочетает в себе полноценный компьютер и самый современный на сегодняшний день СДР трансивер с высокими характеристиками по динамическому диапазону в районе 130 дБ и широким диапазоном частот по приему, по передаче. Соответственно СДР трансивер у нас является универсальной платформой, функциональная наполненность которой зависит от программного обеспечения, от функций, которые заложены туда при помощи программы. Соответственно это может быть изменено, улучшено, дополнено. А аппаратная часть у нас является широкой, которая всем этим требованиям удовлетворяет. И впоследствии функциональная наполненность может быть увеличена, улучшена, обновлена только при помощи изменения программного обеспечения. Компьютер под управлением операционной системы Windows 10. Можно посмотреть, если свернуть программу. Мы видим стандартный рабочий стол, стандартное меню Windows 10. Это все доступно пользователю при помощи мыши, которую можно подключить к трансиверу клавиатуры. И можно использовать трансивер как стандартный компьютер. Компьютер под управлением операционной системы Windows 10 является тоже универсальной платформой, которую можно использовать в своих целях. Можно устанавливать радиолюбительское программное обеспечение, можно устанавливать различные программы, которые поддерживаются операционной системой Windows 10. Полный контроль, полный доступ пользователь имеет к этому компьютеру. Соответственно, можно его использовать по своему назначению. Некоторые радиолюбители, некоторые пользователи этого трансивера, реальные, являются программистами и пишут, что программное обеспечение новое создают прямо из-под операционной системы самого трансивера. Соответственно, они дописывают и программное обеспечение для SDR трансивера, которое внутри находится, и для своих других нужд, для других целей, для других задач. Трансивер MB1 представляет собой пример классического дизайна. На лицевой панели расположены органы управления, которые мы все привыкли видеть в течение многих десятков лет. Многих десятков лет. Кнопки, ручки, управление стандартным функционалом, таким как усиление по НЧ, усиление по ВЧ, уровень мощности, чувствительность микрофонного входа, уровень самоконтроля, уровень шумоподавителя порогового сквелч и так далее. Основная ручка управления частотой валкодер, вторая ручка управления частотой VFO-B, она же может служить ручкой управления расстройки по приему, по передаче. Основной дисплей, на котором отображается вся функциональная составляющая, это индикаторы режимов, это индикатор частоты настройки основного приемника VFO-A, субприемника VFO-B, наш эсметр в режиме приема, в режиме передачи, это измеритель мощности КСВ, уровень микрофонного сигнала в микрофонном входе и различного рода кнопки, в том числе функциональные, которые могут быть настроены при помощи открытия этого меню и выбора нужной функции, затем кнопки начинают работать. На лицевой панели также можем видеть разъемы для подключения USB-устройств, в частности, сейчас подключена беспроводная мышь, которая работает при помощи беспроводного соединения, я подключил к этому разъему, разъем для наушников, электритного микрофона, динамического штатного микрофона с кнопкой PTT, ну а также стандартные кнопки управления и различного рода индикаторы. Давайте посмотрим, что у него сзади. Как видим, на задней панели трансиллера у нас имеются четыре антенных разъема ISO 239, мы можем подключить до четырех антенн, можем их сконфигурировать в программе, и таким образом отсутствует необходимость использовать внешние антенны коммутатор. Если, конечно, требуется подключить больше, чем четыре антенны, используем внешний коммутатор. Два антенных разъема для УКВ диапазона, клемма заземления, так, потом четыре ключа для управления внешними усилителями мощности, можно подключить вплоть до четырех усилителей мощности на разные диапазоны, настроить программное обеспечение и использовать усилители мощности. Кто-то спросит, зачем мне столько усилителей мощности? Давайте подумаем. К примеру, мы для работы в контесте, чтобы быстрее переключать диапазоны, имеем два-три ламповых усилителя мощности. Можно единожды их подключить и настроить управление по диапазонам, и они автоматически будут коммутироваться при переходе на разные диапазоны. Допустим, один усилитель работает на НЧ диапазоны, второй на ВЧ. Также для работы в диапазоне 6 метров можно применить отдельный усилитель мощности, который будет подключен к отдельному разъему, и для этих целей использовать отдельный ключ управления 5Т для работы с этим усилителем мощности. Кто-то захочет подключить дополнительный усилитель, допустим, для длинных волн, 136 кГц, к примеру. Точно так же используем отдельный выход, отдельный 5Т разъем управления и управляемый. Для диапазона 2 метра. Точно так же подключаем внешний усилитель мощности и задействуем один из четырех ключей для управления 5Т. Вход ALC нужен для того, чтобы транссивер мог снизить мощность, если внешний усилитель мощности дает такую команду. Допустим, по превышению уровня раскачки этот разъем будет отрабатывать. Усилитель будет посылать обратную в отрицательную обратную связь, сигнал отрицательной обратной связи. Транссивер будет снижать мощность. Данный вход будет задействован в ближайших версиях программного обеспечения. Разъем RX-IN. Это прямой вход скоростного АЦП. Когда мы выбираем его в меню программы, мы можем подать сигнал напрямую на вход приемника. RX-OUT. Разъем выхода в чьей части транссивера. Когда мы выбираем вход RX-IN, сигнал, который поступает на антенные разъемы, выходит на этот разъем. Разъем XVTR, это разъем для подключения транссивера. В режиме приема, в режиме передачи переключается этот вход. Также в режиме передачи на этот вход подается 5 В постоянного напряжения вместе с ВЧ-напряжением промежуточной частоты. Эти 5 В постоянного напряжения используются для коммутации прием-передачи внешнего транссивера. Разъем DAC-OUT нужен для того, чтобы можно было выдать сигнал маломощный 10 мВт на этот выход для работы на других диапазонах, на диапазонах, где не поддерживается работа со встроенным усилителем мощности 100 Вт или в диапазоне ОКВ 60 Вт. К примеру, на длинных волнах есть радиолюбительские диапазоны, на которых встроенный 100 Вт усилитель мощности не работает. Можно получить 10 мВт на этом выходе, усилить их и работать в эфире. Вход REF-IN это вход 10 МГц под внешний опорный генератор для повышения стабильности частоты. Штатная стабильность частоты плюс-минус 0,5 ppm. Если кому-то требуется выше, подключаем внешний генератор. В программе выбираем использовать этот вход как опорный и работаем с более высокой стабильностью. Заглушка на отверстии под разъем GPS-антенны в данной конфигурации не используется, стоит заглушка. Вход под 5T сигнал, подключаем педаль и переключаем трансивер в режим передачи. Вход для разъема K, разъема K для подключения телеграфного ключа, также разъем EXCT-контрол для подключения внешних устройств, которыми можно управлять. Разъем K фактически подключен к 7 ключам с открытым коллектором. Можно подключать реле, антенные коммутаторы, можно управлять блоками диапазонных фильтров, подключать BAND-декодеры и различного рода нагрузки, для того, чтобы ими можно было управлять в автоматическом режиме, при переходе с диапазонов на диапазон, при переключении режимов прием-передачи. Все это будет коммутироваться и отрабатывать в автоматическом режиме. Компорт. Это физический компорт в трансивере, подключенный к материнской плате. Служит для управления внешними устройствами, такими как усилители мощности, отповоротные устройства. Можно подключить поворотное устройство, задействовать этот компорт в программе аппаратного журнала, к примеру, и управлять антенной, поворотным устройством в автоматическом режиме, при вводе позывного. Разъем LAN служит для подключения к локальной сети, дисплей-порт для подключения внешнего дисплея, разъем HDMI тоже для внешнего дисплея. Как видим, сейчас подключен разъем HDMI и второй монитор на заднем плане с левой стороны как раз таки отображает наш расширенный рабочий стол для того, чтобы на нем открывать наполнительное программное обеспечение. Чуть позже я покажу, что можно с этим сделать. Четыре разъема USB 3.0 для подключения USB устройств. Подключать можно такие устройства, как диски жесткие, флеш-карты, можно подключать Wi-Fi преобразователи, USB-ком преобразователи и различные USB устройства, которые поддерживаются операционной системой Windows 10. К примеру, принтер или какие-то другие устройства по своему назначению. Разъем микрофонного входа и выхода на наушники встроенной звуковой карты. Эти разъемы можно использовать также для ввода и вывода НЧ-сигнала в транссивер. То есть использовать их как линейный вход, линейный выход транссивера. Питание 100-240 В, 50-60 Гц, разъем, тумблер, извиняюсь, включение питания. Как видно, на задней панели имеются три вентиляторных решетки, через которые происходит выдув горячего воздуха. Также отдельный вентиляционный вход встроенного блока питания. Внутри транссивер MB1 содержит СДР-плату с прямой оцифровкой спектра, как я уже сказал, с прямым синтезом спектра в режиме передачи, прямая оцифровка в режиме приема, 100 Вт на усилителе мощности на все диапазоны КВ, то есть от 160 метров до 10 метров, диапазон 6 метров, 60 Вт, диапазон 144 МГц, 2 метра, 50-60 Вт, в КВ-диапазоне мощность отдаваемая 100 Вт. На некоторых диапазонах к краям КВ-диапазон это 160 метров, 6 метров, могут наблюдаться некоторое снижение выходной мощности, что в принципе нормально, так как усилитель широкополосный и к краям диапазона рабочих частот может наблюдаться небольшое снижение коэффициента усиления. Внутри трансивера также находится согласующее устройство автоматическое, которое позволяет согласовать импеданс антенны с импедансом 50 Ом трансивера. Внутри находится компьютер с материнской платой Gigabyte, Mini-ITX Form Factor, Form Factor тонкий, для того, чтобы материнская плата могла уместиться в отсеке, предназначенном для нее. Процессор Core i5 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 8 ГБ оперативная память, 120 ГБ SSD диск, то есть это твердотельный жесткий диск, без механических частей, которые вращаются, которые могут быть нарушены в момент работы, в момент тряски трансивера, при работе в мобильных применениях и так далее. Твердотельный жесткий диск позволяет беспроблемно работать в таких условиях. Материнская плата работает постоянно, пока включен трансивер и осуществляет обработку сигналов, то есть процессор на материнской плате обрабатывает сигналы, которые поступают в материнскую плату через LAN-интерфейс от SDR-трансивера, от платы SDR-трансивера. Также внутри моноблока имеется встроенный импульсный источник питания, который работает в диапазоне переменных напряжений от 100 до 240 Вольт, 50-60 Гц, как я уже сказал. На выходе блока питания 12 Вольт постоянного напряжения, который питает все системы трансивера, SDR-плату, усилитель мощности, материнскую плату компьютера, лицевую панель и остальные подсистемы трансивера, которые питаются от 12 Вольт. Лицевая панель трансивера представляет собой отдельную печатную плату со своим микропроцессором, который осуществляет обработку нажатия всех кнопок, вращения ручек, ручки сдвоенные с механическими кодерами и также ручки настройки основного VFOA и VFOB это оптические энкодеры, которые имеют тысячу импульсов наоборот, то есть имеем довольно плавную настройку по частоте. плавная настройка по частоте импульсы на слух неразличны, потому что минимальный шаг настройки на частоту 1 Гц, при вращении ручки так и создается впечатление, что вращаем ручку ГПД и тирандина плавного диапазона отсутствует эффект настройки цифрового валпулера ввиду того, что очень маленький шаг. Как я уже сказал, трансивер управляется под операционной системой Windows 10, в которой запущена основная программа трансивера. Называется она Expert SDR2. Внешний вид программы разработан специально для 7-дюймового малогабаритного дисплея. Дисплей имеет разрешение Full HD, я извиняюсь, HD, разрешение 1200 на 800. Дисплей имеет Touch-панель, которая... при помощи которой можно осуществить настройку на станции, выбор режимов и управлять графиками настройки спектров, водопада и так далее. К примеру, мы хотим выбрать одну из функций, назначить новую функцию на одну из функциональных кнопок. Нажимаем на надпись, вверх выпадает менюм, выбираем функцию